Заседание открыл и провел председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков. Глава кабинета министров сообщил, что в регионе обновляется парк автомобилей скорой помощи и автобусов. Распоряжением правительства Российской Федерации для области выделено дополнительно 9 автомобилей скорой медицинской помощи и 18 новых школьных автобусов. В первом квартале следующего года ожидаем доставку их в регион. Министерство социального развития Ульяновской области провело мониторинг всех социальных мер поддержки. Исследование показало, что некоторые из них дублируют друг друга, требуют изменений и корректировок. В первую очередь будут затронуты меры поддержки инвалидов первой и второй группы боевых действий. Также их родственников, которые являются либо родителями, либо детьми, либо супругами погибших ветеранов боевых действий. Увеличивается им выплата ежемесячно из тысячи рублей до пяти тысяч рублей. Изменения также коснутся выплаты в миллион рублей при рождении четвертого ребенка в семье. Теперь получить эту выплату смогут те семьи, в которых ребенок родится до 1 апреля следующего года. Выплаты народным дружинникам также станут более справедливыми. Будет убран формальный подход. Появится ограничение на 120 выходов в год. В целом, да, мы расширяем меры поддержки инвалидов, детей, семей погибших по ежемесячным выплатам. Но, понятно, регулируем действительно те меры поддержки, которые оказывались вчителям на выплату. Соответственно, дублирующие меры поддержки социальные, это 100 тысяч выплаты, которые действительно были приняты достаточно давно. И сейчас они компенсируются материнским капиталом. Кабинет министров проголосовал за внесение изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях. В регионе наблюдаются случаи, когда управляющие компании отказываются предоставлять необходимые документы и сведения органам власти. В связи с этим нами разработан законопроект, который регулирует административную ответственность за нарушения, связанные с небредоставлением такой информации. На заседании также рассмотрели изменения в закон об утверждении программы управления государственной собственностью Ульяновской области. Правительство единогласно поддержало все предложенные поправки. Изменения приведут к позитивным трансформациям в социальной, градостроительной и жилищно-коммунальной сферах региона. Валентина Никонова, Герман Баранов, Оллправда ТВ